Хорошее радио Трехцветных огней Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда С Александром Фрумином В Санкт-Петербурге 23 часа Ваша радиопределение Прежим настроен на 104,4 Это радио шансон И программа ночное такси Сегодня в большом Традиционно 120 минутном выпуске нашей программы Вместе со мной Александром Фрумином и Андреем Левашовым Я представляю Замечательного московского журналиста Это человек, с которым я дружен уже более десятилетия Мы вот все пытались с ним перед входом В нашу студию прямого эфира вспомнить Сколько же лет прошло с момента начала нашей дружбы Но то, что 10 прошло, это точно Есть замечательный издательский дом Экспресс-газета И издание, которое и по сей день, невзирая на то, что интернет Как говорится, поддушивает все традиционные бумажные средства массовой информации Имеет 800-тысячный тираж по России С СНГ, как мне говорят, даже и больше, чем миллион Замечательный человек, который находится со мной рядом Вы его сейчас услышите А, естественно, тех, кто смотрит нас на YouTube И увидите, конечно, тоже Зовется Михаилом Филимоновым И я очень ценю в этом скандальном желтом издании Абсолютно замечательный портал Разворот, который он ведет уже, как мы точно знаем, полтора десятка лет Который носит чудесное название «Анализ вокала» Вот, собственно, когда мы, наконец, решили встретиться в прямом эфире «Радио Шансон» Мы договорились на вечер И Миша приехал ко мне в гости А то, обсуждая с ним очередные музыкальные новости Мы как-то решили, что все по телефону и по телефону, и по телефону, и по телефону Поэтому надо все-таки как-то выбраться в Питер И поработать в прямом эфире «Радио Шансон» Что касается конкретной причины Ну, дело в том, что совсем недавно Это было чуть более недели назад, да, Миша? Неделя назад, да? 20-го было 20-го числа, да Газета «Экспресс» сделала номер, который я посчитал весьма интересным для нашей аудитории Это был специальный номер «Шансон» То есть он полностью рассказывал о музыкантах, которые работают в нашем музыкальном направлении Все только о шансоне Открывался номер огромным разворотом, большим интервью Правда, не полностью, как выяснилось, поместившимся туда Которое дал Михаилу Филимонову я Ну и мы так решили с ним это интервью проиллюстрировать Когда он приедет к нам сюда в Питер на эфир Я подготовил специально наши архивные материалы Такие веселые, надеюсь, их публика узнает песни Причем записанные и изданные нашей студии В общем, за разные годы А все-таки «Ночному такси» в этом году исполняется уже 30 лет Радиопрограмме меньше Радиопрограмме только 21 год, которую вы слушаете Она пошла в эфир с февраля 1994 года А вот студии в октябре будет уже 30 лет Поэтому я выбрал, на мой взгляд, весьма интересные такие контрастные материалы И они будут иллюстрировать мою беседу с Михаилом Филимоновым Не смотрите, что он тихий такой Но тебя перебить невозможно Так как начинаешь говорить, уже слова не вставишь Он бойкий журналист Только я привык к голосам, а он пером Это он да? Пером, да Представляете, Михаил, кого мне приходится Это Андрей Левош Каждый эфир отвоевывать приходится просто зубами вгрызаться в этот стол Я понимаю, понимаю Вот, поэтому на самом деле нет Чтобы свою творчество пропасенное показать Обычное интервью у меня берет уже более десятилетия Михаил Филимонов А вот сегодня интервью у него будет брать Александр Фрумин Поэтому Вы тоже, кстати, можете этому замечательному человеку задавать свои вопросы И вообще по теме, пожалуйста, подключайтесь 325-104-4 Буду безмерно рад, если вы что-нибудь спросите по теме Ну, музыки, конечно, шансона Того, чем мы занимаемся Я буду показывать интересные архивные записи Я тебе сказал перед фоном в студию Специально старые Я не знаю, в духе ли они Желтого веселого издания, которое ты представляешь Но, во всяком случае Ну, пап, ты видел по спецвыпуску, вполне в духе Да, вполне в духе Поэтому такие замечательные песни приготовлены Я думаю, они будут интересны и тебе Как гостю нашей вечерней студии Ну и, конечно, аудитории Радио Шансон на Северо-Западе Дорогие друзья, подчеркиваю, 120 минут эфира То есть ближайшие 2 часа С нами замечательный наш гость Михаил Филимонов Его, кстати, спрашивать будет и Андрей Левашов тоже Он тоже говорит очень гораздо, так что это будем мы вдвоем Ты не только Фрубин не пускает Поэтому 325-104-4, друзья, если вы захотите принять участие в нашей большой двухчасовой программе Мы к вашим услугам Но, подчеркиваю, это не концерт по вашим музыкальным заявкам Заявок мы не исполняем Поэтому вам надо понимать, что только вопросы по теме принимаются по телефону И вы можете стать у нас тут, так сказать, четвертым участником прямого эфира Это концерт по нашим заявкам Браво, Андрей Левашов Это концерт по нашим заявкам Итак, дорогие друзья, ну, чтобы войти немножко в тему, да, так сказать Мы начнем с Александра Зенбаума Я специально приготовил, подчеркиваю, альбомы, которые делались здесь Ну, правда, это наша новая площадка физически Это не в этих стенах писалось Это писалось на Санкт-Петербургском государственном радио-передающем центре Где раньше была и студия производства, и студия вещания наша Поэтому это все оттуда, потому что два десятка лет назад было сделано Но в любом раскладе это все-таки мы, студия, значит, это акси, это сделано нами Поэтому я думаю, что мы начнем сейчас с Александра Зенбаума Поскольку это был первый его альбом, живой, не архивный Который был записан здесь Мною в качестве продюсера и нашими звуко-режиссерами Альбом писался с гитарой Мы тогда узнали, что у Саши появились новые песни Я пригласил его в эту программу «Нашнее такси» на эфир Он выступил и спел несколько новых вещей Которых не было еще в издании Никаком, ни на кассетах, ни на компакт-дисках На дворе стоял март 1994 года То есть уже более 21 года назад Я Миша ему говорю Саша, слушай, ну это же не дело А знакомы были с ним и до этого тоже Я знал его добрые десятки лет уже до этого Мы дрожим с ним с 1984 года Я ему говорю, Саша, это ведь не дело Привез новые песни, смотри, вот радио тут люди послушали Смотри, сколько техники цифровой стоит А тогда эта техника была большую новинку Давай собираемся и давай пишем новый альбом А я как раз в этот момент собрал «Братьев жемчужных» по-новой И писал им альбом с вокалом Коля Рязанова Эта же группа до меня же не собиралась очень много лет Я говорю, слушай, это же те самые «Жемчужные», с которыми ты писал свои золотые подпольные концерты Которые я вот сейчас в твоего разрешения Давай, поэтому давай, собирайся с Рязановым И давай, делайте новую музыку Розенбаума руками Розенбаума и «Жемчужных» в студии «Нашнее такси» Он мне говорит, да нет, они кабацкие музыканты Я далеко ушел, вперед, я звезда советской эстрады Да, и я не хочу с ними писать Они не сделают мне той музыки, которой я достоин Сейчас, в 94-м году Я ему говорю, Саша, я сумею тебя переубедить Что это твои музыканты, и ты будешь с ними работать Но я говорю, ну я хочу записать твой новый пластин Он говорит, ладно, тогда ты меня уговорил, Фрума А меня называют почему-то Фрума Это моя еврейская фамилия Фрумин А на самом деле производная от имени Фрума Вы же понимаете, что это такое на иврите? Нет Набожный, верный богу Фрума От этого Фрумин Хоть я сам, в общем, еврей-то идиша, честно говоря, вообще не знаю Я русский еврей И, короче, он мне говорит, Фрума, короче, все, ты меня уговорил Но «Жемчужные» — это прошлый век Я буду писать с гитарой у тебя Мне твоя студия нравится Я говорю, отлично, договорились Дарили по рукам И не вылезали из студии Этот фильм, кстати, лежит на Ютьюбе, здоровый, часовой И не вылезали из студии, ну, месяца 4 Вот И результатом стал прекраснейший альбом Один из лучших его акустических альбомов Который публика эти 20 лет очень высоко ценит Вялотекущая шизофрения Очень социальный, жесткий такой альбом Вот И он был записан с гитарой Но, правда, потом я его уговорил И поэтому с братьями «Жемчужными» он и по сей день работает Ну, вернее, с теми музыкантами Этой группы Он их немножко называет по-другому Называет их «Старая армия» Но, на самом деле, мне удалось сделать так Что он понял, что я был прав Все-таки это его музыканты Не только по возрасту, но и по уровню таланта По пониманию именно вот его песни Потому что у него очень своеобразная музыка И, на самом деле, конечно, он автор очень синтетический То есть там очень много всего переплылось в Розенбауме И в том, что он умеет делать Человек, конечно, невероятного таланта и творческой силы Ну вот, а то, что мы сейчас послушаем Это вот, собственно, Розенбаум в студии «Ночное такси» Образца 1994 года И знаменитая вялотекущая шизофрения Но, подчеркиваю, жемчужных здесь еще нет Он от них отказывался Поэтому работал с гитарой Итак, телефона значка нет у нас, да? — Есть! — Есть! — Ну, я думаю, что человек, наверное, как-то посидит, повисит Потому что я думал, что на улике как-то вообще музыкально — Ну, я не знаю, где Роман находится Может, он посидит — Он посидит — Да, если там — Верный слушатель — Если на ржевке, то — Роман? — Нет, он работает в Русском музее — Это что? — А! — В Русском музее работает смотрителем Это наш верный слушатель — Но вы так сказали, что сидит — Да, если он и мама нас слушает Поверь мне, Миша, я не знаю Ну, то, что 15 — это точно А может, и поболее того Хотя начнем мы так с этой программой — 27 год — Давайте все-таки примем звонок — Нет, нет — Примем звонок — Давайте примем звонок — Или песню споят — Нет, пускай — У нас же информационно-музыкальная программа — Хорошо, согласен — Согласен — На первом месте информационно Да, не музыкально-информационно-информационно-музыкально — Мы вообще в моем слове говорим — Отлично, отлично Давай слушаем, конечно — Роман — Здравствуйте, уважаемые ведущие — Здравствуйте, Михаил — Ага — Вопрос у меня такой — Кому? — Александр Витальевич, вы говорите — Желтое здание — Я привык к такому, что Желтое здание — это такое здание, которое все врет — Нет, нет, нет — Это ложное — Абсолютно — Нет, Роман, Роман, вы что? — Вы что? — Миша Филимонов, он чистнейший пацан — Он не врет — Вы согласны тем, что у вас желтое здание — Да нет же Желтое пресса — это пресса-интерпретатор — Это интерпретируется, выбирается, самое скандальное — Но это не врет он, ничего — Там, я бы не давал ему интервью столько лет, там, чистая правда написано — К сожалению — Нет, нет, это интерпретация такая — Александр Петрович, но были издания в свое время Типа Мегаполис Экспресс, которые действительно занимались выдумкой — И стали люди считать, что Желтое пресса, а на самом деле Желтое пресса, она правда рассказывает — Ту, которую зачастую в серьезной прессе никто не рассказывает — Никто не напечатает — Согласен — Поэтому это ошибочное представление — Ошибочное, да? — Да, Роман — Ну, а вот насчет Рудского музея, я там уже не работаю, а вот мама моя еще работает — Мам, по-прежнему? Мам, Оль, привет, передавай — Мам, привет, передашь? — Какой бурный резонанс — Маме ты передашь привет? — Передашь, передашь — Это я выключил — Хорошо, итак, ребята, я тебе командую, поскольку я сегодня работаю, что называется, диджеем, а моими руками работает Андрей Левашов Андрей Левашов, руки Александра Фромина, мозг Александра Фромина — Ну, я, кстати, тоже принес в своем сундуке музыкальном, причем исключительно новинки, да, я думаю, у меня будет возможность тоже что-то покрутить — Я предлагаю трек номер девять, пожалуйста, включайте Александр Розенбаум, 1994 год, студент начнет «Акси», альбом «Вяло текущая шизофрения» Полукруг, полумрак, полутрепетный рот Итальянская тянет в вино И сливается блеклая зелень С ярким цветом сукна-казино Бабки вместо берез шелестят над страной Мерседесы — это детский огонь Но понятия здесь Порослитры травой Нарушает закон Шелупонь Мой товарищ прожил За хозяином жизнь Уважая своих сыскорей И его ранним утром Патрон уважил На проталину в старом дворе Но не тронули нас И не тронули их В день, когда хоронили дружка А сегодня стреляют За пару косых Не сумев разделить два куска А воры законные Люди очень милые Но все мои знакомые А многие любимые Вспоминают молодость Да, ночами боются Вина их ломается То, что было когда-то Там более родные Но сегодня за гроши Продадут Очень рыжим хвостом Заметают следы Те, которые к храму ведут Плачут лики святых Православных икон И евреи забыли талмуд И играют мышцой У ларьков шелупой И поют петухи Про дюрьму А воры законные Да, на страну их Несколько Люди очень скромные И не правда резкие А правда вещь хорошая Да, только позабывая В гребезги разгоя И когда-то полярный Единственный круг Заменял А до девять кругов А сегодня я розы Для верных подруг Разменю на розы ветров Улетают подруги В чужие края За российский пыльной горизонт А вот раньше Мы дома Хватала берегия Ведь воры соблюдали закон Полуворов полукруг Полутрепельный рот Итальянское тянет вино И сливается Морозы втром Нарушается Он Если с вами ночное такси Ничего не случится В дороге Дорогие друзья Это программа Ночное такси В эфире Радиошансон Ваши радиопрямки Прежде всего настроены На 104,4 В нашей уютной Вечерней студии В Санкт-Петербурге Мы Александр Фрумин и Андрей Левашов Кстати Не забывайте Его постоянно поздравлять Его новой должностью То есть Не надо меня поздравлять И редактор Санкт-Петербург Мало того Что я человек Скромный А во вторых В петербургской студии Когда будут Реальные результаты Моей деятельности Тогда я сам Скромный То есть он не просто Соведущий С Хрумином А он еще Должностное лицо Тут на самом деле Я сегодня Соведущий Давайте Вести Скромность Одной из его Больших Вести Это корабль Тут по малой Охте Которая втекает В него В него Точно Так что Не забывайте Поздравлять его Потому что Уже первый месяц Он на работе Поскольку вещание Петербургской студии Радио Шансон После шестилетнего перерыва Для меня Друзья Гораздо Гораздо дороже Всех поздравлений Когда вы заказываете В концертах По заявкам Нормальные песни Старается Публика старается Ну что нормальное Для него Я слежу за всеми За каждым из вас Друзья мои Нормальные 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 И Титрым Филимонов Сразу подхватил А что же значит Нормальные Потому что Настолько субъективно Ну Друзья По секрету Он поклонник Бладпопа Ну не то что Бладпопа Как бы Бладпопа Слово какое-то Вы употребили Фрумин Бладпопа Бладпопа В его программах Фрумина Нига Не было Такой музыки Хотя Тех Кто создает Смешной Стиль Жанра Мне очень нравится Друзья Что вы вспомнили Васю Пряникова Незаслуженно Забытого На какое-то время Я так смотрю Вспомнили 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 Это он Не к нам С Филимановым Это публики Шайна Помнит Но у нас Сегодня есть гость Андрей Левашов У нас есть Замечательный Журналист Самого большого Желтого Такого Желтень Бывает Издание Издание Которое Носит название Экспресс Газета В Москве Я вот не очень Если честно Понимаю Что значит Желтое Вот у меня Желтый цвет Ты пытался С Романом Вот сейчас Выяснить Что значит Желтое А дай мы Спросим Мишу А вообще Что значит Желтое Кстати Вот это Очень правильно Такой вопрос Вот ты работаешь В таком чудесном Скандальном Издании А уже Желтое Вот на твой взгляд Как на взгляд Обозревателя Издание Есть история Откуда Почему Желтый цвет Ассоциироваться С такого рода Расскажи Пожалуйста В нашу эфир Честно скажу Я убей Не помню Как назывался В Америке Таблой Да Нет Ну когда-то Было какое-то Издание Желтоватой Бумаги Просто издавалось Вот Поэтому Желтый цвет Ну чтобы массовая Дешевая была бумага Такая массовая Бульварная Такая чтивная Да Но Сейчас Какой в этом смысл Традиция Это да Это просто Скандальное Веселое Такое Принято называть Слово Таблоид Как-то Оно у нас Не очень А вот Желтый В особенности В твоей экспресске Мне очень нравится Действительно Ну у нас есть Желтый цвет Да А вот НТВ Оно Зеленый у них Шарик И новости Они читают На зеленой Бумаге Себя позиционируют Со скандальным Каким-то Вот Таким Кто 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 НТВ 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 Как вы считаете Михаил Ты фэн НТВ Ты его смотришь Я в последнее время Не смотрю телевизор Вот вообще Единственное Что может меня Заинтересовать Это снукер На ночь глядя А что такое снукер Флумен даже не знает Привязался я К этому виду спорта Это разновидность бильярда Ага Я вот недавно Высил что такое Керлинг Керлинг Это тоже разновидность Бильярда Только на льду Ключками Толстые Гоняют Такие штуки смешные Ну и посмотреть Там живую природу Каких-нибудь там Птичек Рыбок экзотических Ну да Смотреть по телевизору Все 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 остальное Я получаю Или в зоопарк Я каждый год Женой хожу в зоопарк Что вы говорите Какая природа Я на рыбалку На рыбалку С этой работой Чертова Я не могу Выбраться Вот уже Которую неделю Вот они в очередь Все стоят Просто горит на работе Тирания у нас Не может вырваться Из этой студии Как мы построили Студию Месяц запустил Она просто живет здесь Но правда Я тоже тут живу Поэтому мы с ним тут направим Впрочем погода Нынешняя питерская Она не располагает К рыбалку Промокнешь Еще и простудишь А тут у нас тепло И кстати Кондиционер есть Который ты почему-то Не включил Я тебе сказал Включай кондиционер Там батарейка села В пультике Сейчас я схожу В тот офис У меня там батарейка Так Итак Дорогие друзья Это программа Ночной такси Сегодня такая веселая В духе экспресс-газеты Поскольку замечательный Мой друг Более десятилетия Друзьбы Нас связывает Музыкальный журналист Из Москвы Михаил Филимонов Находится здесь Он ведет В качестве обозревателя Большого издания Многотиражного Экспресс-газета Такой замечательный У них там портальчик есть Такой как бы разворотик Который чудесно Называется Анализ вокала У меня кстати тоже Вопросы к Михаилу Поэтому я буду Ловить микросекунды Микропаузы Чтобы эти вопросы Вклиниться эти вопросы Поэтому мы слушаем Хорошую музыку Не расслабляйтесь Александр Викторович Конечно И вы Уважаемые наши слушатели Тоже можете Задать нам вопросы 325-1044 Номер нашего телефона В Питере Подчеркиваю Концерты по заявкам Мы не путаем С ночным такси И вы тоже Не путайте Пожалуйста Мы не путаем И вы не путайте Это программа Которая Рассказывает О музыке И естественно Тут наши гости Ну вернее Наш Андрей Бляшов Гость Поэтому заявки Мы не исполняем А вот если по теме Хотите что-то сказать Будем рады И вы станете За нашим пультом Четвертым И я с удовольствием Выведу вас в эфир Итак Мы продолжаем Показывать Альбомы Записаны здесь В студии Ночной такси В разные годы То что я обещал Миша Перед его Приездом в Питер Поэтому пока еще В эфире Александр Розенбаум И замечательный альбом Велофринея Который был Записан В нашей студии Летом 1994 года 20 год назад Я предлагаю Поставить Десятый Десятый трек Вот телефон Нас звонит Я скажу Перед тем Как Андрей Лешов Поставит этот трек Что эта песня Была написана В подарок Для Михаила Танча Может все-таки Примем звоночек Вдруг там У человека Последние Полоски На мобильном телефоне Давай принимаем И будем слушать Следующую композицию Которую я анонсирую Для нашей публики И для Михаила Фельманова Ну а так вот Кот в мешке Даже не глядя Здравствуйте Алло Здравствуйте Алло Так Он Попытка номер два Так Ну Звонков много А телефон Многоканальный Поэтому он как бы Выхватывает Что-то сбросит Там следующий Может быть Наш слушатель Поэтому сначала Снять трубочку Вот так вот Вот так вот Кнопку нажать Так Отлично Попал Попал Поймал И телефон И гибрид Включить Кот в мешке Все будет хорошо Итак Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас В эфире уже Мы внимательно Слушаем Подозвонились Ау Зачем звонил человек Что сказать Хотел Ну ладно Розенбаум Может это не человек Может это Розенбаум Робот Робот Звонил А потом это было похоже На животное Человек Животное Учили Спользоваться Городской Телефонией Все Дело в том Что неудачное Время для программы Выбрано У нас Суббота Вечер Очень много Людей Я вам скажу К этому времени Превращается Миша А ты знаешь На самом деле Недавно В Англии В прошлом месяце BBC передавал Собака Каталась За рулем Трактора Ты в курсе Это страшная история Не знаю Экспресска Перепечатывал BBC Совершенно не желтая Информация Собачка У фермера Жила Ну крупненькая Такая Знаешь Овчарочка Кусачая Он так Тракторчик Оставил И очевидно Ну не сообразил Что надо заглушить машинку Собачке понравилось Как там Моторчик Жерчит Какие-то Стрелочки бегают Собачка Пересела за руль Небольшая такая Здоровая Овечек гонять Волков Вернее От них отгонять Нормально И нормально Покатался Это вот теперь Александр Викторович Не были Там это нормальное явление Только вместо собачек Там фигурируют медведи Ну вы знаете эту историю Медведя встречается Как в той Как в той хохме Северного и Шанрикова С утра проснулся Поел сам Да Вообще говорят Накормил медведя Спросил Поиграл на балалайке Пошел на работу Шанрикова Вообще А он из Омска сам Вы говорят Вообще верно спрашивают Шанрикова В 70-м году Вообще говорят У вас там Медведи Ну омские По улицам ходят Медведи Говорит Не видел Аркадия А вот козлы встречаются Вот Так что Дорогие друзья 325-104-4 В нашей вечерней Веселой студии Программы Ночной такси Сегодня вместе с нами С Александром Фрумином И с Андреем Левашовым Сегодня замечательный человек Из Москвы Это обозреватель Большой Скандальный Такой желтой Желтой газеты Как называется Экспресс-газета Человек который работает Там около двух десятилетий И я уже Более десятка лет Дружен с ним Обычно Все происходило У нас В общении Таком эпистолярном Или Телефонном Телефоном Не эпистолярном Это потом уже В эпистолярном Я это видел Напечатанном А вот тут Мы решили Встретиться в эфире В нашем вечернем И поговорить О музыке Впрочем Ее и послушать 325-104-4 У вас есть еще время Чтобы дозвониться До нас Александр Разумбаум Трек номер 10 Поставил ты Да Андрюш Исполняет Вещь Я сейчас Дам маленький Комментарий Про эту песню Дело в том Что вообще Эта песня Это стилизация Очень-очень Под очень Такую блатную песню В духе группы Лесоповал Вообще Александр Разумбаум Не сразу Познакомился С Станичем Он познакомился С ним Как раз По моей инициативе Именно в том году Когда эта песня Была записана В 1994-м году Я с Станичем Был знаком раньше Ну и Разумбаум Я тоже знал И до этого Я приехал в Москву Записывать специально Для ночного такси Концерт группы Лесоповал В начале 1994-го года И говорю Таничу Михаил Саевич Вот есть такой парень Саша Разумбаум Вот он хорошие песни поет Я бы хотел вас познакомить Потому что я знаю Что вы как бы Раньше знакомы Это не были Но он знал Шерез Пенка С гитарой Разумбаум Но все-таки Не сейчас Разумбаум Он же 20 лет назад Он говорит А он к нам Подходит Говорит Танич мне Я говорю В каком смысле Подходит Ну он говорит Про тюрьму поет Я говорю Да И говорю Здорово поет И давно Ну вот если он Хорошую песню Сделает какую-то То значит Будем с ним дружиться Ну я приехал в Питер Говорю Александр Якович Слушай Ну Танич Ну дедушка Да он не знает Что ты собственно На блатных Напел Блин Раньше больше Чем ты Лицеповал То он еще Открыл это свой Потому что Сашин это блатные Песни пошли С 81 года А Лицеповал Блатное запел С 90 Ну то есть Это что еще Целых там Считай десяток лет Прошел Как Танич Создал группу И по мотивам Своей молодости Позвал Серегу Никитина Который Назвался Серегой Крыжуковым Чтобы не было Похоже на того Никитина Который Поет С жены И собственно Как это все началось А он действительно Не был знаком Я их познакомил Все нормально Познакомились И вот эта песня Была записана В моей студии В подарок для Танича Потому что Он с ними В же концепте Даже выступил Розенбаум И Сказал Таничу Дед Ты пьешь Блатные песни Вот тебе для группы Будет подарок от меня Вот свежая Блатная песня Чистая стилизация Подля Саповал Ну вот что получилось Мы слушаем сейчас В нашем эфире Это знаменитая Машка и Мышка Месяц мой Весну принес Сел на ветку грач Мир не стоит Твоих слез Машенька Не плачь Не положишь Машак Мой Мой От твоей Маш красоты Ухожу в тюрьму Ухожу на нары Машка Мышь Машенька Машки Свои семнадцать лет Ровно сколько же меня с тобою нет А я родная, я с моим душем полы сил А то наше сялою, с половинок я весел Я любовь, Тимаша, через годы пронесу Через контроль наследую мою полосу Ты ведь знаешь, по весне Я людей люблю Мышка, бегай ко мне Я ее кормлю Рассказал про домик наш Клещ и убежит Да ты не бойся, Маш, если прибежит Мышка, мышка, и только мне без тебя тоска Я вчера, как и детство, с небом расплескал Объяснил мне поутру этот сон сосед Видно, скоро я помру На рассвете лет Вертуха не мочат, с каждым днем все слезы Напухают почки на больничку, что ли? На больничке, Маша, мне не в хипеш полежать На больничке, Маша, в орган благодать Буду спать, ложиться, прочитаю, отчина За тебя молиться, за тебе такую, Маш Буду пить поклоны, я до самого звонка Слово верное, даю тебе разжиган Влез на дверь, как и сакон И спустился вниз Я ведь, Маша, классный ворву, рецидивист То смотрю в пустой стакан Грустно и светло А то срываю крупный банк Меньше запахло Маша, Машенька, не плачь Я поэту унял И утонет в речке Мяч, это про меня Я попрыгаю еще по стране родной Положу ей рук на счет И вернусь домой Он в карман улипнет А к решетке воробей Он с утра черепнет И я вспомнил о тебе Откуляла Маша Ты свои семнадцать лет Ровно столько же меня с тобою нет Буду спать, ложиться Прочитаю лучи на три За тебя валиться И за тебя кудума Буду пить поклоны Я до самого звонка Слово верное, даю тебе разжиган Ну да, вот так пел Александр Розенбаум В студии «Ночной такси» летом 1994 года 20 год назад И все эти песни дебютные, кстати, звучали в программе «Ночной такси» Когда она выходила Поскольку альбом записывался у нас в третьей студии То, естественно, когда Саша приезжал на запись Миша, это я тебе Об этом рассказываю Он приходил и самые новые песни пел в эфире на радио А хорошо, он сказал свой парень Есть телефонный звонок у нас Есть телефонный звонок, конечно Мы приветствуем вас Здравствуйте Здравствуйте, говорите, пожалуйста Здравствуйте, а у меня вот вопросик к вашему гостю Да, конечно Миша, вопросик к тебе Хотелось бы узнать А вот как вот Михаил узнает О каких-то вот новостях в шоу-бизнесе То есть, что сами артисты звонят Ему что-то докладывают Или есть какие-то агенты тайные Которые доносят вот эту информацию до него И второй вопрос Я знаю, что он сам пишет песни Стихи он пишет, стихи Да, вот хотелось бы узнать, кто их исполняет Спасибо А, я забыл, что он Первый такой вопрос Ну, продоносчиков Кто тебе сообщает Ну, пора О новостях в российском шоу-бизнесе Признавайся Бывает, что и сами артисты обращаются То есть, Филипп Киркоров сломал ногу Сразу набирает телефон Алло, Миша, я ногу сломал Сломал ногу Филипп Киркоров Мне, конечно, он не докладывает Но некоторые, да, бывает Когда что-нибудь особенно обидят Пожаловаться, так это всегда на кого-нибудь ДПСник остановил машину сегодня мою Да, там какой-нибудь Сосо Павляшвили Напишите про это Я ему и так лицом, и так делал Вот, не узнал, зараза Ну, что-то типа Сразу выходит статья такая А вообще, конечно, конечно, есть агенты Агенты, агенты есть Агенты есть, понятно И второй вопрос, на самом деле Вот ты мне показал компакт Перед тем, как мы вошли в студию Ну, я, конечно, знаю тебя много лет Знал, что ты пишешь стихи Но я не знал, что, например, какая-то певица С забавным именем Бизюлька И, как раз, даже спела Я, например, совершенно был в шоке Певица Бизюлька Спела песни Миши Нашего гостя Причем довольно давно Девочка так зовут Бизюлька Взрослый человек Ну, я думаю, не маленькая такая В общем, форма у нее Вполне состоявшейся дамы Или это детская какая-нибудь Да нет же Это певица Бизюлька Тогда, когда это все делалось Девочке было 16 лет А, она была маленькая девочка Ну, по фотографии не скажешь Это не ее фотография Это просто картинка какая-то Так, значит, давай доклады Питерской публике В прямом эфире на самом деле Кто поет твои стихи? Бизюлька Кто еще поет? Я же не это самое Не топовый автор Это говорят Мы просто развлекались Сделали такой пародийный проект В качестве глумления Над нашей попсой Ну, вот была такая песня Стать рачком Мы ее послали На первый канал На первый канал Жуть, рачка Это точно Это про маленького рачка Про, ну Не креветка Да Что, если не креветкой стать А и без рачков Мы послали На первый канал На Евровидение Хорошее место выбрали Конечно, Костя Это послали Нормально Там, как-то Членам комиссии Понравилось это Ну, конечно, не для того Чтобы отправить на Евровидение Потому что там Ну, композиция была замечена Однако Жуть Так, у нас, знаете, есть еще телефонный звонок И я предлагаю еще один Попробую принять вопрос из города Спасибо То есть Ответил Я надеюсь, да, Миша Фельмонов Да Давайте попробуем звонок принять Здравствуйте Здравствуйте Мы слушаем вас Говорите, пожалуйста Вы в эфире уже Причем в прямом Прямее не бывает Александр Да Звонит Александр С Юго-Запада Вот у меня К Александру Викторовичу вопрос такой Ага Моя жена, кстати, сейчас сидит на кухне На Юго-Западе Или стоит тут в газету Вот это вот самое Этот номер Газета, да Она нам сегодня стихи читать будет? Нет, сегодня не будет Так, 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 слушаем внимательно Она читает номер, о котором мы говорили Спецномер шансон Да, ну я действительно являюсь коллекционером жанра И, в общем, я много лет собираю пластик А на что, такси Звонивший парень Александр Цапин Слушает на 20 лет Из 21 Вот это очень Да, около того, да Вот У меня вопрос к Александру Викторовичу И к Михаилу Вот что Есть для вас понятие шансон? Ага Что включает понятие шансон По вашему, Михаилу, пониманию Вашему пониманию Потому что тут К шансону почему-то относятся Некоторые вещи Довольно эстрадные В последнее время И вот я, Александр, читал вот интервью Там Причисляется и мафик, и воровайки Вот это вот Это же некоторым образом Болотков Наверное, да? Я форумен, это не отношение Никакому шансон этим занимается На деле, ваше форум Служный теоретический вопрос Вот же сидит здесь Крупный теоретик Для чего, как бы К нему и обращались Чтобы он разъяснил народу Что следует понимать Ну да И я повторю Ту формулу, на самом деле И ты очень правильно Миш, кстати, тебе благодарен Назвал сам этот огромный разворот Со мной Как бы это суть Музыка вокруг слов Да, все правильно На самом деле вокруг стихов Я еще раз говорю Мы старательно Всегда теперь И, между прочим На вот новом сайте Радио Шансон в Москве Спасибо, кстати Между прочим Андрею Никлюдову Генеральному директору Нашей сети Потому что Он взял у меня разрешение Вот на это Мы даже написали Целую статью для сайта Откуда это взялось И он это поставил Уже как один из слоганов Радио И будут записаны целые лайнеры Вот такие Шансон музыка вокруг стихов Московские Которые будут сейчас Сходить по эфиру И на новом сайте Который только что открылся Вот сейчас Там как раз тоже есть Такой слоган Музыка вокруг стихов Слушайте, а что такое стихи? Сейчас поясню Это вот как раз таки То, что для нас важно И я хочу сказать Что я это не придумал Я это привез из Парижа С Монмартра И на ютюбе Даже можно посмотреть Большое интервью С Костей Казанским С аранжировщиком Высоцкого Дмитриевича Полякова Многих русских Он жив и здоров сейчас И слава богу Не стар Он моложе Высоцкого годами И он как раз Эту терминологию Использует Вообще для шансона Ну и для французского шансона Тоже Не только для русского Поскольку он серьезно занимается Этой музыкой во Франции уже 40 лет И его терминологию С его согласия Раз он дал мне интервью Как журналист Мы используем Начиная с 2007 года С нашей с ним встречи под камеру Шансон Это музыка вокруг стихов То есть идеология в том Что первоначально Автор Как правило автор Старается Именно ритмизованными стихами О чем всегда говорил В своих интервью Высоцкий Сделать то Что невозможно сделать Печатным словом Или сложно сделать Печатным словом То есть дойти до публики Именно показав ей То что он хочет ей сказать В песне И поэтому Все музыкальное сопровождение Которое Выстраивается здесь Аранжировщиками Музыкантами Оркестром Оно рассчитано Именно на то Чтобы построить музыку Вокруг стихотворной формы Которую создает автор Для общения Со своей аудиторией Поэтому лучшего определения Шансона Занимаясь этим 30 лет Я не слышал И поэтому я спросил Костю С которым встречался Несколько раз Кстати Знакомый И записывал Альбом Юрышевчику И я у Юрышевчика Даже брал подарок Для него специально И отвозил ему В одну из своих встреч Потому что я брал У него несколько интервью И я сказал ему Костя, вот можно Я с ваших слов Потому что мне Очень понравилось Это определение Шансона Потому что я тоже Его спросил А что же вы Как же вы Определяете Шансон Занимаясь этим Вы русскоговорящий Болгарин Который 40 лет Как от Тодора Живко сбежал туда И делает музыку Для русских Он же был на самом деле Естественно Персоном Нонграда Для социалистической Болгарии Великолепный музыкант Бесподобный человек И вот я вам говорю И он мне тогда В 2007 году Ответил Вот уже столько лет Мы старательно отвечаем На вопрос Который нам задают Именно словами Замечательного Бесподобного музыканта Человека С абсолютно Уникальным знанием И вкусом К музыке К хорошей музыке Вот С Костей Казанского Михаил А вы вот Как считаете Вопрос-то на самом деле Вам был адресован Мы это с Фроминым Тут каждую неделю Обсуждаем Что шансон Что не шансон И даже вне эфира Обсуждаем Бывает ругаемся Но редко Нет Я с этим Мы определили Абсолютно согласен Музыка вокруг стихов Да А я вот Не очень Хорошо Пожалуйста Музыка вокруг стихов Но стихи Что есть такое стихи Это В данном случае Смысл Какое-то Содержание Ну хорошо София Ротару Ты, я, он, она Вместе Целая страна Вместе Целая семья В слове Мы Сто тысячи А это шансон Это рэп Вообще рэп Но стихи Это тележка нормальная Совершенно Нет Это первый Рэп советский Толмасскому С его сынишкой Децелом Это он туда Так нет Он прекрасно Исполнит Смысл Есть же в этих стихах Правильно Вот На музыку положено Нет Дело Дело Работой музыкантов Собственной игрой На каком-то инструменте Донести это до публики А песня Которой мы приводим Сейчас пример Это обычная Социалистическая агитка Смысл Конечно Очевидно Есть в каждой К стихах Но к шансону Это точно не имеет Никого отношения Не говоря еще о том Что шансон Еще чем интересен Он интересен Определенной мелодикой То есть Когда это построено Эта стихотворная форма Она тоже Имеет определенное Очень оригинальное Музыкальное сопровождение Оно Как правило Мелодично Это пошло От французского шансона То есть С одной стороны Надо слушать Вот этот разговор С публикой Этого автора Исполнителя И конечно же Слушать мелодичную музыку То есть Честно говоря Шансон рэпа По идее Быть не может Есть только Как вариант Какого-то такого Эксперимента А вообще На самом деле Конечно Мелодичная музыка Именно музыка мелодии Которая обрамляет Стихотворную форму Но вот лучшего определения Подчеркиваю Я не слышал И благодарен Косте Казанскому Что он так хорошо Это сформулировал Как человек Сделавший для нас Гениальные альбомы Высоцкого Полякова Дмитрий Ильич Как можно с Фройным спорить? Да очень просто Надо просто Так у меня За плечами Это 15 лет уже Этих споров На различных радиостанциях В различных Должностях Все равно Я вот Пока еще У меня есть желание Трофима взять Эх дал бы кто взаимает Тоже рэп Тоже смысл Тем не менее Шансон Причем затасканный По всем радиостанциям И даже на MTV Ну конечно Еще раз говорю Но это смысловая мозг Где автор пытается Выразить свое мироощущение Через стихи Это не может Быть по-другому Это специфика Именно Эту музыкальное направление Сказать какие Пограничные Это бессмысленно Потому что пограничные Конечно Были и будут Я этих примеров могу тысячу Я понимаю Я про другое Тысячу Все равно Это все Субъективное восприятие Согласен Это же нельзя Назадить Какие математические Параметры Четкие Потому что это творчество Человеческое Совершенно верно Миша Собственно согласен Прав был Тот человек Который не так давно Сюда приезжал Из Москвы Ну не будем его Полить в эфире Он сказал Что все зависит От музыкального редактора Как он посчитает Вот он скажет Это шансон Значит шансон Скажет не шансон Значит не шансон Вот как-то Мое мнение Я честно говоря Такого мнения Не слышал Что он вставит Шансон Ну это наверное Сказал Очевидно да Но я ссылаюсь На другого человека Не на себя Хотя Он говорит про человека Который приезжал Как бы говорит Что типа Определение Может дать кто-то Кто находится У этого замечательного Микшенного пульта В этом смысле Но это уже администрирование К музыке Это не имеет никакого Отношения Итак Итак Дорогие друзья Да Это формат Точно так же любая станция Хор турецкого например Улыбка бога радуга Какая радуга А в небе снегири Вы где видели снегирей И радугу одновременно Великий поэт Нет А между прочим А между прочим Песня прекрасная Песня прекрасная Смысл должен быть В песне Но вот я Радугу И снегирей Как-то вот Мухи отдельно Котлеты отдельно Ну вот Ты знаешь Это зима Морозный И рябина Вот у Трофима Снегири Которые клюют рябина Там смысл есть Это на самом деле Очень старый спор Но если мы придираемся к словам На это столько времени Потому что хотим еще Показать музыку И принять телефон Зонки Мы слушаем Михаила Его мнение Да-да Я просто хочу Вспомнить Позвали Помнишь, Миша Разбирали очень давно На центральном телевидении Еще когда он был Центральном Он лет 20 назад Совершенно замечательные Вот эти наши Подмосковные вечера Ну если их начинать Песню Да Вот там Речка движется И не движется Понимаешь Да вся из лунного серебра Песня слышится Понимаешь То если разбираться Вот в этом формально Ну вот как бы взяв каждый растищий Ты можешь сойти с ума Понимаешь Это из той же истории Потому что ты милый Смотришь искус Низко голову наклоня Понимаешь А это уже стало Это уже старой классикой Поэтому я думаю Что все-таки дойти Да Дойти Просто до такого Так сказать Как бы Я думаю не стоит Потому что Все-таки ведь Искусство Наверное сказательное Во многом верно Если здесь Надо понимать Что вот такой Как бы детализированный Разбор Он наверное Не придет ни к чему Но Михаил Вы же критик Это ваш хитрик Вы же журналист Он обозреватель По косточкам разбираете Вот все что Миша Филимонов Обозреватель Причем хороший обозреватель Я разбираю Это не музыку А граждан Я разбираю деятельность Граждан Которые делают музыку В шоу-бизнесе работают Он не музыкальный критик Это касается Именно логики рынка Вот что делают шоуманы Как они ведут себя Анализ вокала Я вот честно говоря Гениальное название Не читал Не знаком До сегодняшнего У Миша еще есть свой сайт Который называется Филимонка Он прекрасный Совершенный сайт Даже я Очень не любя скандалы Все равно захожу К Мишане И смеюсь С удовольствием Ночью Когда у меня есть время И тебе советую Это даже смешнее Чем на сайте Окунева Это смешнее Чем Маппет Шоу Итак Дорогие друзья Еще одна песня Александра Зенбома Которая во многом Ответит на наши вопросы Я думаю Что дальше Мы перейдем Еще к другим архивам Просто я очень хотел Чтобы именно Вот эти три песни Тем более Они впервые Пошли в эфир Я обещал Что программа Будет интересная Для Миши Филимонова И я думаю Интересна для публики Тем более Эти песни давно Не звучали В эфире Бешенцон И братья И братья Такие Которые совсем Необычные Вам с нами Интересно Еще приедете К нам в гости Да почему нет Отлично Ну супер тогда Итак Дорогие друзья Я попрошу Поставить 12 трек Андрея Левашова 12 трек Очень хорошая Композиция Я очень ее Люблю И очень просил ее Чтобы Саша Он записал именно в этом альбоме Как финальный трек Как дюжину Сейчас наверняка ее узнает Он много лет ее не исполняет Но в свое время Он когда-то завершал И каждый свой концерт Я очень хотел Чтобы эта песня Я ее знал Остальные песни Здесь вообще новые В этом альбоме 12 треков 10 треков Это новейшие песни 1994 года Которые дебютно записывались Две композиции Были взяты Из сборника стихов Белая птица удачи Который был напечатан Сашинова И наш звукорежиссер Славик Расклопов У него работал В качестве пепитера Потому что у нас Так пепитера в студии не было Он стоял Держал Эта белая птица удачи И Саша пел И бездомная комната Которая была В прекрасном фильме С Шакуровым Исполнена Невероятная песня По силе своей Но мы ее сейчас Слушать не будем А вот финальный Саша пел И он думал Чем завершить альбом Записывал у него 4 месяца И вот мы сейчас Будем слушать то Что я предложил И мы уже взяли Этот стихотворный текст Он был уже И Саша Эту песню Записал в финале Вялотекущей шизофрении Итак Дорогие друзья Прощаемся с этим альбомом Но не прощаемся Естественно с вами 325-104-4 Наш телефон в Питере Это радиостанция Шансон И сегодня В традиционном Большом Двухчасовом Выпуске программы Ночной такси Вместе со мной Замечательным Андреем Левашовым Не менее замечательный Музыкальный обозреватель Из Москвы Обозреватель Всем известной Экспресс-газеты Человек Который много Чего знает О российской музыке И российском шоу-бизнесе Конечно же Я имею ввиду Моего друга Михаила Филимонова Сегодня он Впервые В прямом эфире Радио Шансон В программе Ночной такси А мы слушаем Композицию Под номером 12 Намечательная вещь Извините Мы надеемся Все-таки Что разбередили Своим разговором Ваш душевный Субботний покой Отдых Очень надеемся На то Чтобы вы Какие-то Свои вопросы До нас доносили Что Шансон Что не Шансон О чем Собственно Куда Вектор развития Значит Желтой прессы И И Что-то Вот Еще Может быть Чего не придумал я Извините Что на свадьбах Не играю На застольях Извините Не пою Ведь фокусник Обычно Не катает А бармен Как правило Не пьют Извините Что стою Посередине Пьяного Разбора Без ножа Ведь тресвый Лучше пьяного Поднимет Но никогда Не будет рядом С ним Лежать Как было Когда-то Так больше Никогда Не будет Будет Простите Ребята Вчера На зоны Сели Судьи Два раза Не ступишь Протва В одну И ту же Реку Кто продал Тот Купит Но я не лавочник Я лекарь Извините Что как в старе Я Не в фаворе У имущих Власть Влиятельных Друзей Что как Тысячу лет Назад Живу В миноре И дурею От Разглюстанных Газет Извините Что Часо Часу Провею Да потому Что Левых Бросила В мед И что В дружбу Час От Часу Меньше Верю Их Друзей На балам В книгах А в жизни Нет Как Было Когда-то Так Больше Никогда Не будет Не будет Простите Ребята Вчера На зоны Сели Судьи Два Раза Не ступишь Братва В одну И душевеку Кто Продал Тот Купит Но я Не лавочник Я лекарь Извините Что Сегодня Не болею А заболею Значит Ящик Стругани Извините Вроде Вроде Должен Быть Добрея Там Он Злея Стал Хоть И Сном Угони Извините Стало Дальше Мне До Рая А вообще Меня Туда И не Зовут Ведь Фукусник Везде Нежил Катает Ну а Бармены От горя Тоже Пьют Как Было Когда-то Так Больше Никогда Не будет Не будет Простите Ребята Вчера Вчера Зоны Семь Судей Два Раза Не ступишь Братва В одну И ту же Реку Кто Продал Тот Купит Но Я Не лавочник Я Лекарь Два Раза Не ступишь Братва В эту Реку Кто Продал Тот Купит Но Я Не лавочник Я Лекарь Если С вами Ночное Такси Ничего Не случится В дороге Дорогие друзья Это программа Ночное такси Ваши радиопринги Вариж Настроены на 104,4 Мегагерца FM Это радиостанция Шансон На наших часах Без девяти Уже полночь Первый наш час Близится к Логическому Своему завершению Но скажу для тех Кто может быть Недавно нас слушает Что ночное такси Всегда Выходит на радио Шансон В субботу С 23 до 1 часа ночи Программа двухчасовая В отличие от всех наших Специальных программ Она необычно форматная Форматная FM радио Это час 60 минут А вот ночное такси По традиции своей Все таки 27 год Программа выходит на эфире В два раза больше По времени Навсегда двухчасовая была Поэтому мы с вами будем Работать еще до Часа ночи В нашей студии В Санкт-Петербурге Вместе со мной Александром Фрумином И Андреем Левашовым Находится замечательный человек Из Москвы Музыкальный обозреватель Экспресс-газеты Михаил Филимонов Я очень рад Что Миша приехал К нам сюда И наша встреча Состоялась Мне очень приятно Что мы можем С ним вот так Спокойно работать В прямом эфире И конечно же Вы можете задавать Всем нам троим Вопросы Ну естественно Вперед конечно Гостю нашему Михаилу Филимонову 325-104-4 Это наш телефон Если вопрос по теме Почеркиваю Заявок музыкальных Не исполняем То мы с удовольствием Вас выведем На эфирный пульт Радио Шансон В Санкт-Петербурге А можно как будто бы Я дозвонился Вот сейчас Как будто я Алло здравствуйте Это радио Шансон А вы мне отвечаете Да конечно Это оно самое А можно я Вопрос Михаилу задам Конечно А скажите Михаил Меня Андрей зовут Вот А я читаю Вашу газету Ну так Когда значит Попадается Стараюсь вашу рубрику Не пропускать А вот у меня Вопрос очень такой Злободневный Вот кто он Среднестатистический Слушатель вашей газеты Зритель Зритель Читатель Что-то мы слушатели Читатель У нас слушатели А там читателем Извините Музыка навеяла Вот Это кто Он Какой-то бизнесмен Едущий То есть кому Адресована Экспресс-газета Желтая Желтая такая Да Ну Так скажем Про всю газету Я не буду говорить А вот Если говорить Конкретно Для всех Кто интересуется Шоу-бизнесом Для тех Кто интересуется Популярными Популярной музыкой Исполнителями И хочет узнать О них больше Чем сообщается В красивых Глянцевых изданиях Ну да А в желтенькой Там все по-честному На желтенькой бумаге Доступно Для народа Вот так вот А вот скажите У меня еще один вопрос Люди читают Самые разные Как бы Вот Начиная Там от Подростков Молодежи Которые там Фанатеют От каких-нибудь Модных певцов Артистов И заканчивая Там Не знаю Ученых Серьезных Которые Ну читают В качестве развлечения Некое Забавно А скажите Вот еще Один вопрос У меня Пожалуйста Какие-то Рейтинги Вот я знаю Среди радиостанций Постоянно какие-то рейтинги Ведутся Какая радиостанция Популярнее А вот среди газет Вы как-то отслеживаете Популярность Там тиражность Играет роль Тиражность Нет Ну В основном Там рейтинги Это какие газеты Для политика Новости Вот такие рейтинги Существуют А мы-то Как-то все-таки Такое Все-таки Развлекательное Издание Среди развлекательных Изданий Я таких рейтингов Не вижу Я вижу Все время Публикуют Вон где там Ну Зато Как бы Кусамольская правда Вы знаете Скидок Кусамольская правда Входит В первых рядах Нет На самом деле Я хочу сказать Андрей Левашов Что 800 тысяч Подтвержденный Тираж По Российской Федерации Более миллиона Вместе с Вкладками И допечатками По СНГ И она По-прежнему Входит В Самую Такую Вот Топовую Именно По тиражной службе Потому что Есть же Общественная организация Такая Тиражная служба Которая занимается Яковенко Бывший Писатель Союза журналистов России И они По-прежнему Мерят Тиражная служба Это Общественная организация И они утверждают Действительно Очень большая Популярность И у самой Комсомолки И у входящего В этот издательский дом Экспресски Что действительно Это реально Честно Не взирая на интернет Ну практически Бумажный миллион И между прочим Это еженедельник Это каждую неделю То есть Это очень неплохо Во времена интернета В свое время У них было гораздо больше Конечно Лет 20 назад Но это все-таки Тираж очень серьезный А как еще Развлекательное издание Только по тиражности Значит если это покупают Значит она живая Спасибо большое за ответ Пип-пип-пип Замечательно Итак В финале Любимая песня Аркадия Северного На стихе Владимира Шандрикова Пожалуйста Трек номер 2 И мы переходим В следующий Эфирный час На радио Шансон В программе Начнет такси Ну я откинулся Какой базар-вокзал Убил билет В колхоз большое Дышло Дышло Ведь я железно С бандитизмом Завязал Завязал Все по уму Толя Но лажа Все же вышло Ведь я железно С бандитизмом Завязал Все по уму Но лажа Все же вышло Секи начальник Я сидел На слоне дня Глядел на шлюз И мирно Кушал отчет И тут Деляет Этот фраер Добинар Крещит А ну козел Займи-ка Мне червончик И тут Деляет Этот фраер До меня Крещит А ну козел Займи-ка Мне червончик Еще закипело По натуре Вовнутря И я без шарок Его чуть-чуть Не двинул Но нас сознанию Пучили в лагерях И я сдержался Даже шабера Не вынул Но нас сознанию Пучили в лагерях И я сдержался Даже шабера Не вынул Я подарил бы Ему кровные рубли Но я же сам Торчал из-за капстопа Крещу ему Коллега Отвали Отвали Твоему рулову Грях не нравится Мне что-то Крещу ему Коллега Отвали Твоему рулову Грях не нравится Мне что-то Твоему руководит Уязвить мне Начальник Если лгу Но если бы ночью Эту морду Парасита Поставить с моей Жопой на углу Все заранны бы Что это два бандита Но если бы ночью Это на углу Все заранны бы Что это два бандита Я без понтов Ему проваливай Малыш Парасит Крещу ему Здесь Все законно Ты за червонец На червонец Залетишь На червонец А там не шутка Землячок Так все же злона Ты за червонец На червонец Залетишь А там не шутка Землячок Так все же злона ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верни мне справку о моем освобождении. Ведь я железно с бандитизмом записал. Верни мне справку о моем освобождении. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ровно полночь в Санкт-Петербурге. Ваши радиоприемники прежде настроены на 104,4 Мегерса и ФМ. Это радиостанция Шансон и программа «Ночное такси», как и всегда, во всех ваших радиоприемниках. Да, да, кстати, с Днем ВДВ мы поздравляем наших друзей-десантников. Кстати, у нас есть и военная программа тоже, которую ведет один из них, Олег Никурин, кстати. Но она с воскресенья на понедельник выходит в наш эфир. Называется «Полевая почта». А, кстати, по приглашению именно десантников, бывших из Питера, впервые в эфире «Ночного такси» появился Сергей Трофимов. Это было, конечно, очень давно. Это было в 1998 году. Я знал Сережу, дружил с ним в Москве, но у него никогда не было петерских концертов. Большую свинью, кстати, правительство Санкт-Петербурга подложило нашим прославленным десантникам. Фонтаны закрыли. Фонтаны закрыли. Наполнять водой фонтаны у финляндского вокзала. И не только там. В традиционных местах, где они обычно купались и во избежание эксцессов. Да, и решили, что... Какой же день десантника без сухого фонтана? Ну, в общем, в любом случае... Надо что-то делать, я считаю. В этом году купания в фонтанах не будет. Итак, дорогие друзья... Ну, я надеюсь, не все фонтаны останутся без воды сегодня. Это трудно сказать. В том числе те, про которые ты сказал, останутся точно без воды. В конце концов, с ледрами, да, десантники же, они крепки не только, так сказать, и силой своей, а и умом, сообразительностью. Вот, найдут, я думаю, выход. Возвращаясь к этой теме, Сергей Трофимов действительно впервые выступал в Питере. Его никогда не приглашали сюда до того, как это не сделала наша программа. И он выступал на дне ВДВ в 98-м году впервые. И после того, как он отыграл свои песни, в них был взят для этого спортивный концентный комплекс, большой юбилейный, где, собственно, была сама вся эта большая тусовка, он приехал ко мне на эфир с гитарой и после этого ездил несколько лет. Это была наша добрая традиция с Трофимовым. Он брал гитару, садился на чем-то такси, вот так же, ко второму микрофону, и говорит, Саня, для тебя и для Питера. И пел 5-6-7 новых песен, которые потом становились уже с аранжировками, собственно, песнями Сергея Трофимова. И вот тогда, это было в 98-м, 9-м, 2000-м, 2001-м, года, наверное, 3-4, он приезжал ко мне ежегодно специально, чтобы отчитаться перед Питером за произведенный творческий труд, перед тем, как издавать альбом с аранжировкой. И вот с гитарой пел свои песни в нашей студии, именно в студии программы «Ночной такси» в прямом эфире на радио Шансон. Такая история. Так, дорогие друзья, ну, еще раз напомню, 325-1044, если у вас есть вопросы по поводу того, о чем идет наша беседа, а это музыка, конечно, музыка Шансона, и в гостях у нас замечательный человек, обозреватель газеты, экспресс-газеты, которую наверняка многие из вас знают, очень популярное, веселое, такое развлекательное, желтое издание. Поэтому, если у вас есть к Михаилу Филимонову вопросы, вы смело можете задавать их в прямом эфире нашей радиостанции. Но перед тем, как мы послушаем следующую песню, я думаю, что мы ее обязательно должны послушать, эту песню, потому что она имеет невероятное число поклонников, и это трек номер 8. Это замечательно, конечно, «Тетя Хая» прозвучит в нашем эфире, та самая, которая шлет посылки из Шанхая, которая в своей интерпретации Вилли Токарев в своем альбоме «Золото» тоже сделал. Но мы послушаем оригинал, потому что все это пошло с Аркадия Северного. Два слова, Миша, для тебя и для нашей публики – это песня, которая прозвучала. Вообще, на самом деле, показания невиновного были написаны в трех сериях талантливым автором-исполнителем из Омска Владимиром Шандриковым. Было три серии этой песни, но Северный почему-то любил вот эту. Они познакомились в Одессе, Северный Шандриков, в 1977 году по приглашению одесского коллекционера Снеслава Русланова, которому я был знаком, но я уже был знаком с ним позже, конечно, в 90-е годы. И было записано несколько совместных концептов, и Северному настолько понравился из вот этих показаний, их там было три варианта. У нас, кстати, есть версия, просто сегодня мы показывать не будем, где Шандриков, собственно, и сам эту вещь исполняет, и еще две, тоже очень, кстати, забавных и умных таких песни. А вот Северному почему-то понравилась эта песня. И, как утверждали музыканты, которые знали Аркадия, это была одна из немногих композиций, как говорил мне Николай Рязанов, руководитель братьев жемчужинок, которую Аркадий знал, что называется, без бумажки. Потому что обычно он пел с такого песенника, которым подбирали уже стихов, начинал, он только мелодии придумывал, и гениально их интерпретировал своим сумасшедшим совершенно тенор-баритоном. А вот эту песню Шандриков он настолько любил, что он сдал ее на память. Поэтому я сегодня в обязательном порядке включил ее в эфир, потому что это действительно одна из самых любимых песен была самим Аркадием Северным, ну и одна из самых любимых песен в «Ночном такси», потому что когда мы это стали ставить в эфир, вот так качественно, надеюсь, ты оценил, Миша, да, качество звука, восстановив эти старые записи, то публика очень полюбила это, вспомнила, что было на магнитофонах в 70-е годы, и поэтому в концертах по заявкам эта песня была в «Ночном таксе» очень часто, именно тогда, когда эта программа начиналась в петербургском эфире. Так, мы приготовили «Тетю Хаю», да, это непосредственно восьмой трек, да, тоже, это Тихарецкий концерт с днём 1979 года, и у Миши, я думаю, есть, наверное, вопрос к нам какой-либо, потому что все время мы с Андреем Левашовым его спрашиваем… Нет, кто-то сегодня обещал меня спрашивать. Я не против, я уже не готов продолжать исполнять свои обещания. А, ты еще не против, что это мы тебе так уже второй час, так сказать? Нет, ну… Нет, я тебя сейчас тоже что-нибудь спрашиваю. Нет, я спрашиваю когда, мне же это интересно. То есть, ничего, что это, что называется, в два ствола, да? Нормально, да? Хорошо, значит, тогда я задам еще один вопрос, и будем слушать легендарную… И я задам один вопрос. То есть, уже два вопроса, да. То есть, еще два вопроса. Хорошо. Будем слушать «Тетю Хаю», песня длинная как раз, но два вопроса. Она немаленькая, да. Длинная сколько? Длинная. Посмотри на печенье. Пятиминутная с секундами, да. Такая мощная, тетя. Автор, кстати, приходил этой песни к нам на эфир. Он был в этой студии. Замечательный Рудольф Израильевич Соловьев. Если мало ли кто-то не знает, для меня было откровением узнать. У нас есть программа с ним записанная, да. Это чистая правда. Мы нашим слушателям говорим, это никакая ненародная песня, там, еврейская, не знаю какая. Это не выдумка. Есть вполне определенный автор. Действительно, он жив, ему сейчас 78 лет. Это тот человек, который открыл для нас, для всех Аркадий, и вернулся. Мы дружим с ним. Рудольф Израильевич Соловьев, который любит, Рудик Фукс, бывший питерский стиляга. И я знаю его огромное количество лет. Я его знаю более 20 лет. Совсем недавно, год назад, прошлым летом, он был в этой студии в «Нашнем такси». И есть с ним веб-версии. По его рассказу, да, об этой песне, очередь целая выстроилась среди исполнителей. И там еще Футинский, и Токарев. Все хотели исполнить. Ну, Токарев, правда, написал на эту музыку свои стихи. У него тетя Хай своя. А вот эта тетя Хай оригинальная, которую писал Фукс и отдал ее Северную. Это все правда. Причем это подтверждено именно руководителем «Братьев жемчужных» Коле Резаном. Что Колем не говорил об этой истории и знал это очень много лет назад. Итак, мой вопрос. Мой вопрос. Вот из всех материалов, которые вышли в экспресс-газете из-под пера Михаила Филимона, моего сегодняшнего гостя. Вот что на сегодняшний день, вот именно сегодня, вот сейчас, из того, что вышло за прошлый год, не за все годы, Миша, что-то много лет работает, кажется для Миши, отца этих публикаций, наиболее значимым и наиболее интересным материалом. Вот сложный вопрос. Но журналист, можно же сказать, что ему было за прошлый год, я имею в виду за 2014, или хотя бы, может быть, за первые полные 2015, вот что показалось наиболее значимым с того, чем ты написал? Ну, хотя бы за полугодие, хотя бы с января по середину 2015. В прошлый год я помню, например, материал, который лично мне так был дорог, потому что удалось тему раскрыть, которую долго не удалось. Ну, скажи об этом. Про Ваенгу, в котором, кстати... А, да, да, в котором я участвовал. Да, да, в комментарии как раз по поводу ее конфликта с Дробышем. Да, 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 и вот эта история с русским радиом. Я понял. Ага, то есть ты для себя как обозреватель это таким важным материалом, да? А так, вспомни, много материалов было. Честно говоря, не помню, что месяц назад... А я так понял, что ведь, поскольку издание еженедельное, то я просто к чему, почему я сказал, проект материал, поскольку здесь такая тема затронута, более серьезная, по поводу того, как строится взаимоотношение между артистами и радио, и так далее. Средства масс-информации, да, я понял. Расскажи мне, а вообще в каждом издании, ведь Экспресс-ка, она же еженедельная, там же по-разворот же в каждом номере, да? Ну, почти в каждом, да? Потому что обычно, сколько я ее не покупал и не смотрел на ее сайт в инете, вроде Филимонов везде присутствует, в каждом неделе. Ну, иногда вместо меня, когда у меня что-то не... Кто-то делает, да? Хорошо, отлично, спасибо, спасибо. Мне очень приятно, что наша питерская музыкальная тема осталась у тебя в памяти, пишешь-то много, про нас не забываешь, про провинциалов. Ясно? А у меня вопрос вот такой. Вот Розенбаум пил Давича. Вы более столичные, чем мы. Спасибо. Розенбаум пил Давича, что фокусник он не катает, а бармен он не пьет. А музыкальный... Ну, потом опроверг тот, че же. Ну, нет, сначала-то он... В финале-то, например, музыку терпеть ненавижу, как Кальянов. Когда мы бухали, у него в студии, тоже лет 15, когда он говорит, музыку... Твой музыкальный журналист. Да. Это поговорки старые. В вашей жизни музыка, помимо работы, играет какую-то роль? Если играет, то что вы слушаете? Я же говорю, что музыку с детства не знаю. Ну, это Кальянов сказал. Да нет, ну, я к чему и вспомнил. Поскольку я как-то меломаном никогда не был. То есть, ничего не цепляет вообще, да? Да нет, ну почему цепляет? Много, разное. И что-то как-то воедино все это свистило. У кого-то выделить можете? Не обязательно из шансона, не обязательно из русскоязычных. Да в том-то и дело, что нет. Я говорю, ну, вот бывает что-то, слышал, понравилось. А потом раз и забыл уже, да, на следующий день? А может быть, я не забыл. Я говорю, что нет, просто есть журналисты, которые музыкальные, которые вот, ну, и меломаны такие, для которых, ну, это как раз музыкальные критики, как правило. Как Артемий Троицкий. Да, пишут там, разбирают. А я вообще человек случайный во всей этой истории. Так получилось просто. Ну, больше обозреватель новостей шоу-бизнеса о музыке. Я осенизатор и водовоз. Революции мобилизованы и призваны. Пришел сюда из барских садоводств поэзии баба капризная. Это, кстати, великий Владимир Иванович Майковский. Ну, надо кому-то, как бы. Ну, да. То есть можно сказать, Михаил, что вы, да, в процессе написания своих статей, да, отводите душу вот на этом? Или есть иные какие-то, это работа, а есть вот иные способы, там, я не знаю, сходить там в ботанический сад, еще куда-нибудь. Вот, ну, просто оторваться. По грибы. По грибы, по ягодам. Я не знаю, куда еще. В Ватикане прошел мелкий дождичек, Папа Римский пошел по грибы. Это вот теперь высотский пилот. Не знаю. Кино люблю смотреть. Какое? А кино старое. Вот сейчас, благодаря интернету, такие фильмы можно расковырять. Ну, кино наше, отечественное или мировое? Мировое. Почему? Я говорю, что сейчас просто, ну, когда-то там, в детстве там ходил, кинотеатр «Иллюзион» единственное место, где можно было увидеть какие-то шедевры. Да, архивы. Шедевры там. Прекрасный кинотеатр. Кстати, «Иллюзион» такой был и в Москве, и в Питере. В Питере. Да, да, да. Я не знаю, как он. Ну, я не знаю, в Питере выжил ли он или нет, но он жил еще в 90-е годы. А в Москве он сделал ремонт. Выжил, да? Пар лет назад еще. В Питере, кстати, я не знаю, уцелел он или нет. Ну, это действительно интересно, потому что я такой же совершенно фэн, как и ты этого делаю, старого хорошего кино. Вот. И я с удовольствием собираюсь. Так больше, что нет. Я в детстве там в школе, там в институте еще любительские фильмы снимал. О-о-о. Поэтому было все это. То есть ты кинофикацией занимался? Ну, это так. Дело серьезное. Ясно. Поэтому интересно было. А новинки не цепляют, да, вообще? А сейчас такое вообще шло, честно скажу, что-то последнее. Я вообще не могу вспомнить ни одного. Ну, есть такое, согласен. Уже как бы и... Даже сюжеты уже... Про наши фильмы я не говорю. Про наши только умеют про войну снимать и про бандитов это известно все. Ну, и что-то как-то и Голливуд стал... Время комедии оно закончилось, значит, с Шуриком и с этими самыми остальными легендарными. Я увидел тут эту кавказскую пленницу новую. Ну, я даже смотреть не хочу. А сейчас переделали? Да. Нет, почему это поразительно. Римейт, что ли, да? Римейт, у какого... Просто вот тупо взяли актеров, подобрали похожих, нарядили точно так же, как в Гагаевском фильме. Почему? Нет, не «Кавказская пленница», наверное, этот самый. Они ужас это сделали. А «Удача». Нет, блин, «Удача» — это тоже ужас. Уже ужас. И ужас это провал. А «Кавказская пленница» просто поразительно, что они просто тупо... Ну, просто сняли заново фильм с другими актерами. Ну, добавив туда... На наши деньги с вами, да? Добавив туда какие-то, ну, современные... Я даже не знал, да? Я такое не смотрю. Да лучше не знать. Я про это говорю, что это лучше. И про «Иродные судьбы». Я не покупал ни диски, не пошел. Это ужасно совершенно, это нельзя. Я даже не знаю, для кого это кино. Потому что, наверное, кто смотрел оригинал, никогда в жизни не будет. Конечно. Это просто нельзя так делать. Ну, людям, наверное, как-то хочется тоже... Погреться в лучах славы, да. Если только... А берут-то их все у государства. Там ведь государственный фонд поддержки. Я говорю, на наши деньги, налогоплательщики. Да, берут-то их у государства. Ясно, ясно. Дорогие друзья... Ну, узнали о Михаиле еще чуть-чуть больше. Просто 15 минут, и я знаю старую традицию, по секрету скажу, что в информационно-мозгарных передачах это правило хороших, правильных радиостанций каждые 15 минут песни. Ну, это даже если гости в студии, это наша такая закадровая кухня, я вам говорю, как продюсер, радио со стажем более 20 лет. Это просто правило хорошего тона, когда учат заниматься FM-радио музыкальным. То есть 15 минут, даже может быть много разговоров. Если станция, так сказать, неразговорная в чистом виде, то каждые 15 минут песни. 15 минут прошло, и тетя Хайя уже просто рвет свой эфир. Хоть одну песенку сегодня от меня. Хоть одну. Потом. Хоть маленькую, вот такую-сенькую. Потом. Можно, конечно. У нас еще 45 минут эфира. Конечно. Я приготовил наши архивы. Саша Разбома показал. Сейчас я еще одну песню покажу Аркадия Северного. Я должен обязательно показать нашего доброго и любимого человека Колю Рязанова. Собственно, жемчужного брата, нами призванного в этой студии вновь создать братьев жемчужных тогда же, более двух десятилетий назад. Поэтому я должен показать его треки еще. А как раз вполне... Тетя Хайя уже готова бежать в магазин. Давай, еще раз номер нашего телефона. Назови нашей публике, потому что вдруг в этот уже послеполуночный час кому-то будет интересно, например, частью нашего разговора. Да все уже отмечают День десантника, никому не интересно. На всякий случай, 325-104-4. Дорогие друзья, у вас есть, он уже дозвонится до нашей студии в Санкт-Петербурге, и мы с удовольствием, если разговор, конечно, пойдет о теме, выведем вас в эфир. Мы же все в душе десантники. Итак, знаменитая тетя Хайя с посылкой из Шанхая, записи вороса 1079 года в знаменитом Тихорецком концерте. Все это было записано Аркадием Северным. Ох, Йозеф, Йозеф, Старик, так и добрый Йозеф, Какие есть на свете имена. Ох, Йозеф, Йозеф, Старый добрый Йозеф, Застрики ты Таки любимую мозоль Лучшим, чтоб не знали все Лучшим, чтоб упали все Выставить лишь ножку Ты и заводь С добрым утром Тетя Хайя Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ой-яй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй А посылки три китайца Вам посылки из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ой-ёй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй-яй Я как-то встретил Йозефа на рынке Тихорецкий Он жидкость от мазони покупал В зубах держал Сметану Йозефа крыльки Ну а руками Моза лабы немал Хотел я поздороваться с ничина Улыбку сотворил И шляпу снял Но Йозеф вдруг заметил тетю Хаю Винокр мой и мимо поражал С добрым утром тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая А посылки три китайца Ай-яй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй С добрым утром тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ай-яй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй Так вот она Какая тетя Хаю Тетя Хаю И Йозеф фитнес нею не молода И шлёп кто-то посылки из Шанхая Ай-яй-яй И кой-кому, ой, кой-кому Нам онёт пока И встретит он тогда Тоти тетю Хаю И ей подставит ножку А пока Стопрым утром тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ай-яй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй Эй, стопрым утром тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ай-яй-яй Три китайца красит яйца Ай-яй-яй Эй, стопрым утром тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А посылки три китайца Ай-яй-яй! Дорогие друзья, это программа «Ночной такси». Ваши радиопременники по прежнему настроен на 104,4 МГц ФМ. Радио «Шансон» мы, Александр Фрумин, Андрей Лебашов и обозреватель «Экспресс-газеты» из Москвы Михаил Филимонов. Уже второй час мы показываем вам различную, уверен, хорошую, интересную музыку в эфире «Радио «Шансон» и, естественно, расспрашиваем Михаила Филимонова о его работе в «Экспресс-газете». Ну и, конечно, вы тоже можете это делать, если дозвонить по нашему телефону 325-104-4. Подчеркиваю, заявок мы не исполняем, а вот музыку всякую интересную вам ставить готовую от себя. И, конечно же, ваши вопросы, если они по теме передачи, конечно, обязательно будут переданы в прямой эфир. В первую очередь спрашивайте о музыке и о его издании, конечно же, нашего гостя Михаила Филимонова. Он специально, подчеркиваю, из Москвы приехал для участия в этом ночном эфире. У нас есть еще один телефонный звонок. Есть один телефонный звонок. Сейчас мы его возьмем. Давайте попробуем его принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Песню заказать можно? Нельзя. До свидания. Нет, песни нет. Мы только что сказали об этом. Мы не исполняем заявок, ребята. Если есть какие-то вопросы по теме, конечно, с удовольствием. Я вот хотел спросить, Миш, относительно той пластиночки, которую ты мне отдал перед тем, как мы вошли в эфирную студию. Там ведь парень, который, на самом деле, как ты мне сказал, нас с тобой познакомил, да, когда-то? Да, это Саша Байков, мой коллега. Ну, мы вчера встретились с друзьями. Ну, в общем, да, это оказалось тяжело. А я один диск поставил, а потом, а под ним еще один. Так, 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 так. Я тебя поймал на мысли, что... Андрюш, поставь, пожалуйста, вот тот диск, который привез Миша с собой. Их два одинаковых. Два одинаковых. В смысле? Боже мой. Да, как-то так получилось. Два одинаковых диска. Коробочки, что ли? В одной коробочке, да. Поставил, а потом я... А, я собрал, что еще один, да? Я только что, подумал, что я только что совершил действие. Зарядил диск, там как произойдет. Ну, ладно, что написано-то на нем? Александр Байков, Медведь Вова. Вот. Я даже догадываюсь, о чем эти песни. Медведь Вова? Да. Как интересно. Да, Медведь и Вова. И Вова. Угу. Так, ну и... Нет, первая песня называется «Медведь», а вторая песня «Вова». Ага, понятно. Что слушаем? Ты, наверное, здесь... Ну, давайте первую. Медведи. Ага. Отлично, замечательно. Итак, песня «Медведь» и еще раз наш диджей... «Медведь пришел», она называется. Ну, как на диске написано, так сказал Андрей Ваше, да? То есть там, так сказать, краткая версия, light, просто «Медведь». Надеемся, что песня там записана целиком. Итак, представим еще раз нашего гостя. Она оккупированная, нет, минута 49. Нормально, да, хронометра? А это не «Медведь», а это как раз Вова. Это Вова. Ой, трудно вот мне с этими болванками работать. Надо будет, значит, посмотреть перед. Ну, ничего страшного. В конце концов, там всего две песни, мы не заплутаемся. Итак, представляем еще раз нашего эфирного гостя и слушаем его музыку. Медведь, забыв тревоги, спокойно спал в дироге. Он никого не трогал, не нарушал покой. Но шумные соседи прервали сон медведя, и он к соседям этим пришел ужасно злой. Медведь пришел, медведь пришел, и все в испуге, и все в испуге прячутся под стол. А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь. Медведь пришел, медведь пришел, и все в испуге, и все в испуге прячутся под стол. А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь. С медведем не шутите, его вы не будите, пускай он спит и видит во сне любимый мед. А если он проснется, не сладко вам придется, померкнет в небе солнце, когда он к вам придет. Медведь пришел, медведь пришел, и все в испуге, и все в испуге прячутся под стол. А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь. Медведь пришел, медведь пришел, и все в испуге, и все в испуге прячутся под стол. А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь. Медведь пришёл, медведь пришёл И все в испуге, и все в испуге прячутся под стол А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь Медведь пришёл, медведь пришёл И все в испуге, и все в испуге прячутся под стол А кто не будет под столом сидеть, того на ужин съест медведь Того на ужин съест медведь Радио Шансон Поем, как дышим Да, действительно, хороший, душевный Сала, открывай, медведь пришел Медвежье произведение такое прозвучало В нашем эфире, да, в нашем эфире Такой медведь душевный, ясно Давай, заряжай следующую пластиночку Это будет Николай Рязанов и братья Жемчужины В Махачкале появились урны на улицах С портретами Обамы, Порошенко, Доллара и Дома-2 И Дома-2 А Дома-2, в принципе, с какой стороны? Спросите, к чему это я, музыка навеяла Ну, естественно, конечно, понятно Надеюсь, что какого медведя имеют в виду Но на самом деле, я думаю, что граждане, в общем, поняли юмор этой композиции Да забавно, слушай, я на самом деле впервые слышу, как он поет Мне понравилось Ну, слушай, ну, неприятно Надо бы еще Бизюльку послушать в следующий раз Бизюльку я подарю Нет, Бизюлька осталась на радио Бизюльку у нас осталась Но просто сегодня моя задача была как можно больше порасспросить Михаила Филимонова И, конечно, поставить мусорную музыку, на которой ты писал, что называется, печатные тексты Телефонных разговоров со мной И не один год, о чем, собственно, я рассказывал Просто проиллюстрировать это в эфире музыкой, которую мы делаем Это же все у нас записано Поэтому, конечно, мне интересно, чтобы это прозвучало в твоем присутствии И именно с изданных нами альбомов Итак, 325-104-4 Дорогие друзья, у вас совсем немного времени Осталось Рубикон второго часа Сейчас половина первого ночи В Санкт-Петербурге Но это не заявки Да, но это не заявки Это только по теме Если хотите что-либо спросить о музыке Хотите нас похвалить? Похвалите Но песню мы вам не поставим Нет, почему поругать? Поругайте Песню все равно не поставим Вот, правильно, говорит Андрей Лешов А вот песню, говорит Андрей Лешов Мы вам все равно не поставим Поэтому слушаем альбом Николая Резонова А то мы обидимся Потому что посчитаем, что те песни, которые показываем сегодня мы Они как-то вас не устраивают Логично Итак, еще один альбом Я специально стараюсь показывать редкую музыку То, что действительно давно не пересдавалось Но вот этот альбом Он называется «Достойный» Был записан у нас ровно 20 лет назад Запись происходила в конце лета 1995 года Ровно 20 лет этому изданию Мы в этом году вместе с сайтом С которым мы работаем вместе очень долго С сайтом классика русского шансона Сделали уже третий выпуск в формате MP3 Под именем сайта Классика русского шансона номер 3 И вот этот альбом Почему я его специально сегодня взял Вот этот наш с тобой эфир Он наконец-то переиздан Спустя 20 лет Но правда не отдельно переиздан А именно в составе шести альбомов Которые, ну там остальные музыканты современные Новые музыканты, которые включены именно в сборник В формате MP3 под именем сайта Классика русского шансона Вообще это диск, который не переиздавался в течение 20 лет У меня в руках оригинальное издание Которое мы делали еще печатали тогда даже не в Москве А печатали в Швеции, кстати Это оригинальный диск Мы тогда вместе со студией «Союз» Виталией Комбельковым вместе Как раз нашли этот завод Я ездил туда, кстати, в Стокгольм Местечко очень забавное, где он находится В пригороде Стокгольма Оно называется «Чисто» Местечко, где находится завод DCM «Чисто» Пацанское название Вполне, да На самом деле много русской музыки Там мы напечатали Причем довольно долго И сидят там такие все на корточках, да, в кепках С парсетками Нет, на самом деле там полная демократия Я, конечно, впервые там бывал на шведском предприятии Где-то диски делались Конечно, Миша и Андрюша это надо видеть То есть это коммунизм То есть завод работает в круглые сутки И дело не только в том, что это высокая зарплата у сотрудников Их там несколько сотен человек На заводе не только это современное здание красивое Там коммунизм То есть все бесплатно Внутри завода работает кафе, ресторан Бар безалкогольных напитков, естественно Круглые сутки Для сотрудников, которые вошли с бейджем туда Все бесплатно Сауна, спортивный зал Потому что понятно Сауна-то в рабочее время Объясняю, смена выходит А, или их не выпускают за пределы предприятия? Хотите, хотите, пожалуйста Вы можете в сауну встретить Я тоже был крайне удивлен Я был удивлен, потому что оказывается там Не только сауна, но и спортивный зал работает То есть идея такая Завод работает в круглосуточном режиме Печатает пластинки Вообще компакт-диски же делаются горячим способом Это же такая довольно вредная, тяжелая работа Очень похоже на... Штампов там Такие сейчас висят на каждом углу Что-то в последнее время развелось их слишком много Примерно следующего содержания К нам, к вам 24 часа в сутки Закажем сауну Ну, в общем, идея в том, что... Может быть, тебе тоже следует последний пример Расшириться, открыть, сауну, штук зал Ну, в общем, я бы крайне удивлен Что попав на завод, который делает музыкальную продукцию На заводе коммунизма То есть вот мы зашли с бэджем По приглашению хозяина завода Как сейчас помню, его имя такое было Бьерн Медведь Это по-шведски Хозяина завода, который работал с нами С Москвой, с Россией На шведскую версию напишите Он впустил А, кстати, нет, есть английская версия И сказал нам о том, что Дорогие товарищи русские Пожалуйста, вот как печатается ваш материал Он показал все Показал студию мастеринга Стампинг, собственно, штамповочный цель Действительно горячий Такой тяжелый воздух Такой конверт там у него стоит мощный Причем, я как сейчас помню Он запретил Бьерн мне снимать Я был с маленькой видеокамерой Той самой, которую мы снимали Розенбаума А он говорит, нет, снимать нельзя Потому что там стоит новая технология Вдруг ты покажешь на другую Говорите коммунизм Диктатура Он в этом смысле снимать не запретил Да, не выпускают никуда Заставляют ходить по баням Но при этом зашел на завод Или переедать Зашел на завод и, пожалуйста, делать, что хочешь Действительно, мне очень понравилось Ресторан, пив-бар со всякими там напитками безалкогольными Никаких денег, ничего Пив-бар или напитки безалкогольные? Нет, пив-бар, но с безалкогольным пивом Безалкогольным, это уже хуже Ну а как ты хочешь, это же все-таки производство опасное Поэтому они же не совсем там, уж такие там, разгуляют душа Но меня это очень удивило Потому что я никогда не был на шведских предприятиях К тому же полного цикла Что действительно, они говорят, это принцип такой У нас специальное отчисление Профсоюз добился того, что был абсолютно полный сервис для каждой смены Ну, мне это было очень необычно Но в любом случае я это видел Вот там печатались первые пластинки студеночного такси Начиная с 95-го года Где-то, наверное, примерно по 99-й Вот первые четыре года издания Вся наша продукция, она была стокгольмская фирма А сейчас существует этот завод? Он существует, но русские перестали с ним работать После кризиса 98-го года Потому что к 98-му году как раз Огромное количество заводов привезли в Москву И как раз помнишь, Миша, ударил кризис 98-го года И вообще уже стало понятно, что Пластиночное производство не такое сложное Потому что появились люди, которые жили в это деньги Ну и, конечно, большинство заводов, к сожалению, делали пиратскую продукцию в Москве Я очень знаю, как сейчас, потому что много позакрывали, там лицензировали Но, во всяком случае, конечно, сейчас не найдешь того Кто будет печатать CD или DVD за пределами Российской Федерации Потому что это производство хорошо отстроено здесь Тогда ведь его просто не было И в Москве был у вас один завод с очень смешным названием Который назывался МОЗГ Московский опытный завод Грамзапись Да, и он, этот завод, был первым, кто стал делать компакт-диски на русском языке С классикой, с Аллой Пугачевой Да, это вот были самые первые диски 90-го года А мы включились в это производство, начиная с 94-го Да, он открылся в 94-м году в Екатеринбург Но поскольку наши товарищи, кто занимались торговлей, знали, что русские заводы умеют допечатывать Без правообладателя и в Екатеринбурге, и на заводе МОЗГ То, в частности, наши артисты, они очень просили, чтобы я печатал в Швеции Там же, кстати, был и Стас Михайлов напечатан Поскольку мы со Швецией работали, подчеркиваю, с 95-го по 99-й год То есть, ну, посчитай полную пятилетку Там было много сделано хорошей русской музыки, но чтобы все было честно Вот сколько заказываешь, столько напечатают и привезут Наивные шведы Ну, бывает такое Итак, мы слушаем хорошую композицию Шведы выпустили дьявола, напечатав альбом Стаса Михайлова Это было так, да Открыли ящик Пандоры Это я виновник, это я Они не знали, что получится Итак, я напечатал о диске, он Миша показал на сцене, оригинально стоит Итак, четвертый трек, пожалуйста, ставь с этого альбома Это замечательный Николай Рязанов Очень сложно было, кстати, заставить его работать фронтменом своей группы Это знаменитые «Березы» Композиция, которую очень любил Северный И которая когда-то в альбоме, как это называется, «Диксилент» Где с «Диксилентом», действительно, в «Диксилент» работает команда Николая Рязанова С добавлением духовой секции Очень хороший альбом, который мы тоже потом издали, восстановили его Ее очень любил петь Северный Стихием писал Володя Раменский, его друг И вот эта версия «Берез», она сейчас прозвучит в версии Николая Рязанова На самом деле, есть еще одна версия этой песни Получив эту кассету в Америке, ее давно, в 1884 году, записал с оркестром Михаила Штинского, Михаил Гулько А вот это вот «Березы» как раз именно в версии Рязанова Образца 1995 года, слушаем Березы, березы, березы Вам плакать уж больше не в ночь Горьки и скупы ваши слезы Как жизнь уходящая прочь Вы плачете ранней весною Я плакал всю жизнь напролет И годы всей жизни со мною И, мол, наступает черед Я видел березы с этапа Вы плакали кровью тогда И я, стиснув зубы, не плакал Но нас унесли поезда Вагон фронтовой не купейный И окна забиты на нем И нет в том вагоне забвенья Ни утром, ни ночью, ни днем Состав наш умчался на север Где нету российских берез И каждый во что-нибудь верил И каждый старался без слез Я помню березы на зоне Вы были и в этом краю А вечером в лагерном звоне Вы жизнь украшали мою Мне грезились в зоне березы Забытые эти края Мне грезились матери слезы Казалось, что в гроне самый я Вся жизнь будто сказка с березами Мне снятся с березами сны Но с этими жуткими грезами Я не доживу до весны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Березы, 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 Вам плакать уж больше не в ночь. Горьки и скупы ваши слезы, Как жизнь уходящая прочь. Вы плачете ранней весною, Я плакал всю жизнь напролет, И годы всей жизни со мною Ему наступает черед. Горьки и скупы ваши слезы, Это второй альбом «Братьев жемчужных», Который был записан в студии «Ночной такси». Альбом носит название «Достойно» По песне на стихи «Дай Господь ему здоровья» Между прочим, Евгений Евтушенко. Да, есть эта песня. Я вот сейчас ее в обязательном порядке в эфир поставлю, Конечно, чтобы успеть. И уступлю место Андрею Лешову, Потому что он хотел еще что-то поставить от себя. В этой песне целая история. Я вот подарил тебе, Перед входом в студию, Я обращаюсь, естественно, к Мише Филимонову, Я подарил тебе очень интересный диск, Который, к счастью, большим тиражом разошелся и сейчас, В прошлом году, перед Сочинской Олимпиадой. Он носит название «Олимпийский концерт». Вот там эта композиция в оригинале С «Жемчужными» с Рязановым, Которая компонирует на поэт Аркадий Северный. Это последний концерт Аркадия Северного с «Братьями жемчужными». Это последняя его аранжированная запись. Она была сделана в феврале, Вернее, если быть точным, В феврале 1980 года. И трагически ушел из жизни 12 апреля того же 1980 года Северного. И там звучит эта вещь. Это одно из самых сильных и запрещенных, Кстати, в свое время непечатных стихотворений Евгения Втушенко. Оно с названием «Достойно». Причем мы тоже сначала не знали, Что это и на дисках написали, Когда уже переиздавали это с вокалом Рязанова. Я очень любил эту песню, И просил его исполнить уже в современные 90-е годы. Мы думали стихи Володи Раменского. И это думал, кстати, и сам также Николай Рязанов. Он не знал, что это стихи Евгения Втушенко. Потом посмотрели «Великий Могучий Интернет» И поняли, что это стихотворение, Очень такое социальное, Оно все-таки принадлежит великому Евгения Втушенко. А самое интересное, что Евгения Втушенко… Там же образ застоя впервые возник. Вот почему интересно. И в последнем альбоме «Северного» Прозвучало слово «Застой», Которым потом в 85-м году уже начало… Как раз эти времена… Да, эти времена были описаны на исходе. Что было бы, если бы «Северный» дожил? Это был бы величайший эстрадный певец. Даже когда дожил бы Володя Высоцкий, Это были бы люди, Потому что они на магнитофонах покорили Советский Союз. А что было бы, если бы они еще пять лет дожили до Горбачева, Они были бы великими певцами всю свою жизнь, Потому что они были бы невероятно популярны. И ты очень правильно, что знаешь наш репертуар, Потому что, действительно, слово «Застой» впервые прозвучало у Евгения Втушенко. И я был очень рад, что… Евгения Втушенко к шансону еще одного отношения. Знаменитое стихотворение «Интеллигенция поет блатные песни» Это же его работа. Ну да. А песни «Мальчики на летчике»… А, ну да, да. Из фильма, так сказать, «На графских разваликах» тоже его делал. Но самое главное, что великий Евгения Втушенко жив. Он, правда, уже более 20 лет живет в Америке. Он недавно приезжал как раз сюда. Но приезжает его. Концерт его проходит с огромным успехом. Да, конечно. Великое счастье, что он пережил всех, конечно. И дай Господь ему здоровья. И ему в этом году полных 87 лет. И одно из самых любимых его стихотворений, к счастью, В нашей студии удалось записаться уже ушедшим из жизни талантливым И очень совершенно не болеющим звездной болезнью Руководителем и основателем «Жемчужины» Николаем Рязановым. Мне стоило огромного труда уговорить его быть фронтным группы На наших записях он не хотел петь. Он хотел играть, аккомпанировать и Саши Розенбаума, кому угодно. Но он не хотел быть фронтменом, хотя он пел прекрасным бас-баритоном. И я счастлив, что мне удалось записать несколько альбомов Вот здесь уже в современных условиях, в цифру, с аранжировкой, где все-таки пел Коля. Потому что в невероятной душевности был человек умный, талантливый, добрый. И не болеющий совершенно звездной болезнью. И вот как раз его исполнение в финале сегодняшнего «Ночного такси» для вас звучит достойно. Этот трек нам мешает. Мы, естественно, еще позборим Андрею Левашову тоже поставить песню. Поэтому это от меня, от Александра Фрумина будет сегодня в финал. Сейчас я ее найду. Так, она под номером третьим. И, естественно, в финале у нас останется, естественно, наши традиционные вопросы пожелания. И, конечно же, музыка моего соведущего Андрея Левашова. Итак, Николай Рязанов, музыка «Братьев жемчужных» и Аркадия Северного, они вместе ее написали, потому что никогда музыки не писал Великий Евтушенко. И дай Господь, что Евтушенко был как можно дольше с нами, потому что невероятного таланта человек. Действительно, первая песня, в которой прозвучало слово «Застой». Композиция «Достойно» уже звучит в нашем эфире сегодня. Достойно главного, достойно любые встретить времена. Когда эпоха, то застойка, то всполомучена до дна. Страх перед временем падения, на трусость душу не потрать. Достойно главное, достойно, чтоб раздаватели щедрот. Не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Но если все переломалось, как невозможно предположить? Скажи себе такую малость, и это можно пережить. И это можно пережить. Играет музыка. Достойно главного, достойно любые встретить времена. Когда эпоха, то застойка, то всполомучена до дна. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Дорогие друзья, ваши радиопрямники в режиме настроены на 104,4-х медиа ЦФМ. Это программа «Ночное такси» в эфире «Радио Шансон». И в финале программы я с удовольствием председаю слово моему замечательному другу. И подчеркиваю, надо всегда его хвалить за это, потому что он большое и важное дело делает редактору петербургской студии радиостанции «Шансон» и директору программы, кстати, одновременно. То есть моей правой руке на «Радио Шансон» я передаю слово Андрею Левашову, конечно, поскольку у него приготовлена песня на финал. И дальше уже после этой композиции будем прощаться с моим замечательным другом из Москвы, обозревателем экспресс-газеты московской «Желтый-желтый», такой замечательным моим другом Михаилом Филимоновым. Я очень рад, что он специально для нас приехал в Питер, и мы имеем возможность работать с ним на такой большой эфир вместе. И я благодарен за ваши звонки, за его ответы. Ну и я уж постарался подобрать много хорошей редкой музыки, давно не звучавшей в эфире радио. Я думаю, что мы этой музыкой сделали вам много приятного. Я так считаю, конечно, обращаясь к настоящим поклонникам шансона по-русски. Итак, Андрей Левашову, слово в финале программы. — А может, наоборот? Может, Михаил скажет, так сказать, в завершении сегодняшней программы? — Может быть, действительно. Кстати, да, у нас немножко... А, ну а, 7 минут у нас осталось. Хорошо. Миша, давай сделаем так. Спасибо, Андрей, что уступил микрофон. Миша, у нас есть такое старое правило. В ночном такси очень важное. Спонтанное сегодняшнее всеминутное пожелание аудитории, которое нас слушает и смотрит. Ну, поскольку все это выкладывается на YouTube, то, конечно, для кого-то, кто открывать будет этот файл, завтрашнего дня начиная, каждый раз мы будем выглядеть по-новому. Ну, понятно, да, человек посмотрит на это. Одно дефир, ушли в него и ушли, да, программа прошла. А вот на YouTube, благодаря тому, что стоит видеокамера, конечно, достается навсегда. Поэтому каждый раз человек откроет и по-новому будет интерпретировать твои слова как гостя ночного такси. Твое спонтанное пожелание этим людям, которые сейчас слушают нас на 104.4 FM в Питере и будут бесконечно, честно раз смотреть нас на YouTube. — Я буду краток. Слушайте хорошие песни, которые звучат на радио «Шансон», которые Александр Фрумен помогает донести до слушателей. А я надеюсь, что… Ну, также читайте «Экспресс-газету». Я думаю, что Александр еще много тайн звезд «Шансона» поможет нам раскрыть. — Ну, если спросите, Михаил, тогда… — Я обязательно спрошу. — И ответим. Честно рассказываем, а все еще знаем. Спасибо, спасибо. Хорошее, правильное пожелание. — Елена Ваенга была немой до 20 лет. Скандалы, слухи, расследования. Остас Михайлов. — Какие ты вы? — Боже, что ты мой. — Ну да, Лена Ваенга впервые была в этой программе вообще в своей жизни на радио «Ночном такси». Не в этой, конечно, студии, это было в другом месте, но она была именно в «Ночном такси», а потом в программе Вадима Агусева под названием «Пальцевером». Это было первое ее появление, Леночка, когда был 21 год. И ее муж, Ваня Матвиенко, специально через моих друзей, я тоже его не знал, нашел, принес нам этот диск ее «Соломея» первый, который у нас последний сохранился здесь. Нарезной, еще не печатный. Даже искал, Саша, вот надо поддержать мою молодую жену, она автор, а вы же поддерживаете авторов. И, естественно, я с таким это сделал. Сначала был «Ночный такси», потом были «Пальцевером», потом были другие наши программы. И Лена оказалась в нашем эфире. Это было все в начале 1998 года, в прошлом веке. — Мы поддерживаем всех достойных. Это, я говорю, с позиции, так сказать… — Радиостанции и ее редактора, и директора. — Скромный какой. — Скромный какой. Итак, Миша, спасибо тебе за приезд, во-первых. Спасибо тебе за ответ, конечно, на этот вопрос. Мы тебе всегда рады. В Питере ждем тебя здесь всегда. И в финале программы все-таки музыку там… — Музыка, музыка, да. — Я, конечно, не найду, что поставить. — Да я найду тоже. — Но просто я ему обещал одну песню в финале. Обидно будет, если я свои обещания не выполню. — Обидно, обидно. А я, со своей стороны, в общем-то, стараюсь побольше новиночек все-таки в эфир приносить. Причем самых разных, как незнакомых людей, так и кумиров, миллионов. Вот сегодня я завершу кумирами. Вот как раз Александр Дюмин и Эльдар Южный, на том альбомчике, который Южный выпустил в честь своего 55-летия и 20-летия творческой карьеры, встречайте еще эфиром «Неопаленная». Ну, такая достойная песня на финал, в принципе, любой программы, на любой праздник, на любое торжество. Сегодня праздник и финал программы «Ночной такси». Михаил, вам спасибо. — Да-да-да. И в финале, конечно, я еще раз скажу наше эфирное расписание, потому что это важно для той публики, которая слушает нас в онлайне. Я, во-первых, еще раз благодарю всех, кто нас сегодня слушал, всех, кто звонил в нашу ночную студию эти два часа. Благодарю еще раз моего замечательного друга, обозревателя московской газеты «Экспресс». «Газета», так называется это издание, Михаила Филимонова, за то, что мы с ним решили полмесяца назад. Все состоялось. Он приехал в Питер, работал в прямом эфире на радио «Шансон», и, по-моему, всем было весело и интересно. Благодарю моего замечательного друга Андрея Лебашова, который является соведущим «Ночного такси» вот уже четвертый год, кстати. И, конечно же, и наше эфирное расписание. Обязательно слушайте «Ночное такси» по субботам всегда с 23 до 1 часа ночи. Собственно, до следующей недели. Я, Александр Фрумин, и программа «Ночное такси» с вами уже попрощались. И горя оно все огнем. «Наливай, брат, посидим, поговорим». У тебя, смотрю, добавил осидин. Сколько в жизни нам увидеть довелось. Сколько бед хлебнули вместе, сколько врось. Ты на жизнь, брат, не смотри из-под бровей. Жизнь покажет, кто левей, а кто правей. А пока давай по маленькой нальем. К черту горе за удачу пьем. Да гори оно огнем. Живы будем, не помрем. По стопарику нальем. Не до грусти. Да гори оно огнем. Мы на все рукой махнем. Нашу песню запоем и отпустит. Не печалься, брат лихой. Да что ты брось. Зачастую жизнь проходит на авось. Давай беленькой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова